Страны ЕС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Подписание прошло в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Какие перспективы откроет перед Казахстаном новый документ? Об этом мы сегодня и поговорим и спросим у нашего экономического образователя Гульнары Хасан. Она уже в студии. Гульнара, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Очень интересная, на мой взгляд, новость. Действительно, крупная страна, огромное население всегда было перспективным направлением для нашего экспорта. Но вот что от этого соглашения, на ваш взгляд, ждать казахстанским экспортерам? Это очень хорошие новости для наших аграриев, поскольку Иран готов закупать пшеницу, ячмень, говядину и другую продукцию сельского хозяйства по льготным условиям. По каким, я расскажу через пару секунд. До 700 тысяч тонн пшеницы без пошлины может поставлять Казахстан в Иран. На таких же условиях наша страна может экспортировать и ячмень в объеме 690 тысяч тонн. Это стало возможным благодаря подписанию странами ЕС соглашения о свободной торговле с Ираном. Для других стран в отношении пшеницы Иран применяет 10% пошлину, для ячменя – 5%. Сейчас наша страна поставляет в Иран порядка 500 тысяч тонн пшеницы и столько же ячменя. Кроме этого, в Иран продаем семинара, сольна, говядину, баранину и другие товары, завозить которые Казахстан станет еще по более выгодным условиям. Большую часть импорта из Ирана составляют промышленные товары. Это полимеры, керамическая плитка, цемент, моющие и чистящие средства. А также продукты сельского хозяйства – сливочное масло, фрукты, овощи, финики, изюм, арбузы и дыни. В отношении пшеницы Иран применяет 10% пошлину импортную, а теперь мы 700 тысяч тонн будем завозить без пошлины. Все страны, если будут 3 миллиона тонн завозить без пошлины, Казахстан из них 700 тысяч. Как только мы превышаем объем 700 тысяч тонн, то там уже начинается импортная пошлина в размере 10%. В отношении ячмины Иран применяет 5% пошлину, но предоставляет тарифную квоту в размере 1,5 миллиона тонн. Из них 690 тысяч тонн – это для Казахстана. Отмечу, это уже не первое соглашение ЕС о зоне свободной торговли. В 2016 году аналогичный документ был подписан между странами Союза и Вьетнама. По данным Центра развития торговой политики «Газтрейд», экспорт Казахстана во Вьетнам с тех пор увеличился в 12 раз и превысил 125 миллионов долларов. Во Вьетнам начали поставлять цинк и металлические прокаты, в Казахстан электронную и бытовую технику. Таких же позитивных изменений ожидают от аналогичного соглашения с Ираном и Евразийской экономической комиссии. Как отметил министр по торговле Андрей Слепнев, предпосылки к этому есть. Свою эффективность показало временное соглашение между странами ЕС и Ираном, заключенное в 2019 году. Взаимный товарооборот стран Союза и Ирана за три года возрос в 2,5 раза до 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Аграрии стран ЕАЭС будут иметь эксклюзивные условия для поставок на рынок Ирана таких принципиально важных товаров, как серновые, кукуруза, растительные масла, мясо КРС и баранины, изделия из мяса и птицы, консервы, кондитерские изделия и широкий набор другой сельскохозяйственной продукции. Что касается промышленных товаров, то режим беспошлиной торговли будет установлен на широкую номенклатуру продукции металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности, самолета и судостроения, машиностроения, железнодорожной техники и оборудования и прочей продукции промышленного сектора. 64 миллиарда 600 миллионов долларов составил экспорт Казахстана за 10 месяцев текущего года. Это почти на 9% ниже, чем годом ранее, но на 32% больше, чем в 2021 году. Почти 32% экспорта пришлось на долю обработанных товаров. Несмотря на некоторое снижение общего объема экспорта, в этом году Казахстан увеличил объемы поставок продукции в страны ЕАЭС. Так, если за 10 месяцев минувшего года наша страна экспортировала на 7 миллиардов 937 миллионов долларов, то за аналогичный период этого года почти на 9 миллиардов долларов. При этом импорт снизился почти на 500 миллионов долларов, в основном за счет снижения объемов поставок из России и Беларуси. А вот импорт из Кыргызстана и Армении, наоборот, вырос по сравнению с минувшим годом. К другим темам. Доходы казахстанцев все меньше зависят от нефти. Сумма выручки на одного гражданина страны в этом году составила 2500 долларов, то есть 1 150 000 тенге. К примеру, 10 лет назад выручка составляла 3500 долларов. Сказалось, снижение цены за баррель нефти, сокращение экспорта газа, стагнация в нефтедобыче и снижение котировок. Но в целом доходы от продажи энергоресурсов на одного казахстанца ниже, чем, например, в Азербайджане. Там этот показатель равен 3500 долларов. В Саудовской Аравии на каждого араба приходится 15 тысяч долларов. В Норвегии доходы достигают 37 тысяч, почти вдвое больше в Объединенных Арабских Эмиратах. И уже совершенно запредельные доходы на одного гражданина Катара – 321 тысяча долларов в год. Да, Гульнара, действительно цифры впечатляющие. Я вот слушал и смотрел о том, что вы говорили про нефтяные страны, и тоже подумал, что казахстанцам тоже пора уже быстрее переходить, диверсифицировать свой доход и переходить только вот от дохода от нефти. Безусловно, Илья, согласно с вами, нам необходимо работать над диверсификацией экономики. Отмечу, доходы от экспорта нефти и газа остаются все-таки одними из ключевых для экономики страны. Они составили почти 50 миллиардов долларов в прошлом году. В этом году ожидается снижение до 45 миллиардов. Казахстанская нефть играет заметную роль в мировом энергобалансе, составляя порядка 2% мирового производства. Экономика с добавленной стоимостью – это и есть как раз-таки очень часто темы, которые поднимаются в рамках нашей программы. Спасибо большое за такой экономический обзор. А вам еще раз напоминаю, что это была Гульнара Хасан с ее рубрикой «С экономическим обзором». Ну а мы продолжаем. Спасибо, Илья.